итак всем привет привет всем моим подписчикам зрителям сегодня у нас проект по отоплению теплицы попробуем сделать так чтобы теплица теплицы можно было топить чтобы можно было уже там держать не рассаду поставим буржуйку трубу поехали знакомый сварщик сделал колено из трубы помните я недавно обрезал ее вот он она вернулась на родину труба в виде колена вот у нас есть предполагаемая дымовая труба который мы будем ставить на буржуйку у нас есть буржуйка будем выпускать трубу в форточку двери здесь будем думать какую-то подставку здесь поликарбонат заменим на жесть может быть получится поскольку у жены уже здесь в палатке живет целая куча растений это наши помидорки туристы они ночуют в палатке вот уже какую третью ночь они ночевали но сегодня ночь была теплая сколько на градуснике саши сейчас 8 нет на нашем здесь вот плюс 20 плюс 20 сегодня солнышко появлялось поэтому нагрелась кого для сравнения как сходят свои семена как магазины и здесь у нас пока 38 сортов помидорчиков но это все высокорослые низкорослые еще не сеяла петунья ампельная газа газа гацания перчики немножко бегонии вечно цветущей эту свечечку жгла я прошлую ночь была плюс полтора на улице ну чего они чувствуют себя бодрячком вот эти которые пикированы распикировала эти вообще хорошо выглядят все они здесь в порядке ну вот попробуем сделать чтобы было еще лучше попробуем сделать отопление если все получится потому что с пятницы начинаются недели ночных заморозков а домой носить их уже как-то не хочется и скоро уже пикировать нужно остальные вот уже вторые листочки у них подрастают вот Вот это у нас будет выход для трубы. Еще между трубой и жестью попробуем поставить вату, у нас есть вата термостойкая, 1200 градусов выдерживает, посмотрим как получится. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok а в 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 Поставили, будем пробовать, как пойдет наша бружуечка. Потянет ли труба, очень длинная уж она, но должна, чем длиннее труба, тем лучше тяга. Посмотрим. Как говорит Витек, береста – лучшее средство для розжига печи. Сюда нельзя бы положить? Я понимаю. Пойду на улицу смотреть. Посмотришь, дым идет или не идет. Ну да. Пойду на улицу смотреть. Посмотришь, дым идет или не идет. Ну да. Ура, дым пошел. Ура, ура, ура. Что-то будет, что-то получится. Загудела. Загудела даже? Ну да, хотя бы загудела. Ну дым идет, хорошо. Здесь нет дыма, что подливает здесь, но не стоит. Да, ну пока разгорится, наверное. Загудела. Отлично. Ты довольна? Ура, 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 ты пошел. Ура, ура, ура. Жена счастлива, значит все хорошо. Вот здесь, да. Ну он не будет здесь. Да у нас герметик есть. На хуй. Замажем герметиком. Да ну зачем? Ну почему? Не надо, чтобы дым был. Дым, дым, это, растения страдают от дыма. Замажем. У нас есть тюбик открытый тем более. Да даже если не было, у нас три тюбика есть. Замажем, замажем. Ху-ху, валит дым. О, как, смотри, несет его ветром. Сейчас Янис увидит. Он же обещал прийти на дымовые. Ну вот, горит наша буржуйка. Еще немножко подымливает, но мы там пройдем герметиком. Труба, труба уже горячая, чуть не обжегся. Там еще заделаем отверстие ватой. Вот такая вышла конструкция. Вот такое отопление будет в теплице. Подогрев. Подогрев. Не отопление. Хочу немного рассказать о нашей поликарбонатной теплице, в которой мы сейчас делали подогрев. Она уже у нас пятый сезон пошел. Была проблема. Очень долго ломал голову, как сделать для нее фундамент. Как не мог найти решение фундамента. И потом случайно увидел в одном месте бордюры, узкие бордюры. Вот такие узкие бордюры увидел. И меня осенило тротуарное, что это у меня будет из бордюров, у меня будет фундамент для теплицы. Пришлось купить 18 штук бордюров на теплицу 3х6. Выставил их четко по размерам теплицы. Забетонировал внутри земли. Забетонировал. Сверху поставил по периметру, тоже четко по размерам теплицы, поставил профиль УД. УД-шка профиль, вот он, 28, 28, 27, толщина металла 0,6, который выпускает фирма КНАУФ. Потом применил профиль УА, тоже от фирмы КНАУФ. Наполаме его распустил, поскольку профиль УА имеет толщину 2 мм. И поставил на углах вот такие раскосы дополнительно для усиления. Вот на каждом углу еще дополнительно поставил эти раскосы для жесткости. И также по центру теплицы поставил еще дополнительно 3 столба опоры, чтобы, скажем, если зимой снег, чтобы не прогнулись дуги эти, потому что дуги они очень такие слабенькие, чтобы не прогнулись. Поставил еще дополнительно 3 столба и на них поставил рейку. Ну, вот такая конструкция вышла. Также здесь у нас есть на этой теплице люк, который открывается, в зависимости от температуры, открывается автоматически. Нагревается в цилиндре масло, толкает толкатель и открывается люк. Вот такая теплица, в которой у нас сейчас будет еще плюс подогрев. Подогрев, подогрев, вот он, подогрев. Вот такая конструкция теплицы. 3х6 размер, 3х6. Это очень маленькая тепличка. Жена говорит, что она уже мне говорит, что нужна и третья теплица. Конечно, нужна. Полторы тысячи есть, нет? Рассады? Рассады. Ну, это же не значит, что мы все будем сажать. Я же буду раздавать, навязывать кому-то эту рассаду. Возьмите, пожалуйста, возьмите. Ну вот, закончили мы обогрев теплицы. Поставили сюда мы на отверстие, поставили вату, поставили распорки под нашу конструкцию, такие хорошие, чтобы она не шаталась. Ну, это же временно, это же весной берется. Жена уже наложила кирпичей, чтобы было больше, дольше отдавала, то есть, чтобы была большая теплоемкость. Еще добавлю сейчас, обложу всю буржуйку кирпичами. Всем пока. С вами был канал Хуторянин выходного дня. До новых видео. Подписывайтесь на канал. Лайкайте. Удачи всем. С весной. Поехали.